Буйство красок и цветочный аромат. Все это ожидается в Сочи с 6 по 7 мая. Цветочный фестиваль Outdoor Art впервые проходит как в самом Сочи, так и в целом в России. Изготовленные для фестиваля цветочные изделия и объекты будут служить как альтернатива уличной рекламе. 6 у нас подготовительный день. Работает Грегор Лерж. 50 флористов из разных городов России наполняют эти огромные 3-метровой высоты, 7-метровой длины конструкции. 8 тысяч цветов выставляются стебли на эти конструкции. И они являются рекламными носителями. На них висят небольшие рекламные таблички. Кстати, работа над изготовлением конструкций по эскизам самого Лерша кипит уже несколько дней. Это и трон, и огромных размеров бабочка, танцующая дама. Работать будет и цветочная примерочная. Всех секретов организаторы не раскрывают, но обещают впечатляющие зрелищи. Яркие элементы флористического дизайна, очень хорошие, крупные, средовые композиции украсит наш творческий бульвар. Ландшафтное озеленение, субтропическая составляющая – это одно из мощных достояний города-курорта Сочи. И мы не забывали об этом ни на секунду, потому что и сам Новогенский бульвар сейчас представляет ландшафтный комплекс. В целом на творческом бульваре будет более 20 объектов, которые и станут фотозонами. Свою работу они начнут с 10 часов утра 7 мая. А с 12.30 откроются интерактивные площадки с мастер-классами, где каждый сможет себя попробовать в роли флориста. Вовлеченность посетителей в праздник – главная задача организаторов. Проявить творчество смогут не только любители цветов, но и танцы. Это начиная с 12 часов. И каждое начало часа 7 мая на площади флага танцевальный мастер-класс проведет знаменитый танцор Андрей Корзун. Цветочный фестиваль станет традиционным и будет проходить два раза в год. В ноябре флористы проведут рождественский фестиваль. Продолжение следует...